Приветствую тебя, коллега, на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Благодарю тебя за то, что ты смотришь наши уроки, изучаешь ту информацию, которую делали специально для тебя. Надеюсь, что уроки кажутся тебе понятными и, надеюсь, будут практически полезны. Это заключительный урок в разделе «Продвижение презентации через личные приглашения». Получился самый большой, самый насыщенный по информации урок. Еще раз повторюсь, получить практический навык в общении в социальных сетях, отработать методику личных приглашений – это очень важный навык для сетевика. Но уверен, что в процессе просмотра этих видеоуроков у тебя возникали вопросы. Да это уже вообще не работает, достали сетевики своими предложениями и вообще сейчас нужно работать совершенно по-другому. Надо использовать таргетированную рекламу, чат-боты. Это все старая школа. Пересмотри, пожалуйста, урок, который находится перед этим о таргетированной рекламе. Посмотри, чем заканчивается рекламная кампания. А про чат-боты я вообще уже не говорю. Если у тебя нет навыков общения, то ты не сможешь предписать цепочку диалогов в чат-боте. Ну а о таргетинге и о чат-ботах у нас будут уроки в лидерской части. Почему у сетевиков не работают личные приглашения? Тут нет никакой тайны, все объясняется абсолютно просто. Сетевики в большинстве своем идут, как они считают, по короткому и наиболее правильному пути для интернета. Считается, что в интернете очень много людей и нет смысла на них тратить время. Поэтому первое сообщение, которое в большинстве своем отправляют сетевики, это уже коммерческое предложение. Либо явное, открытое, как я вам уже показывал, интересует ли заработок. Либо более красиво обернутое, в таком вот формате. Интересуют ли вас варианты сотрудничества. Но все это коммерческие предложения. Коллега, пойми, пожалуйста, что никакое общение, никакая продажа не начинается с коммерческого предложения. С вопросу, купи у меня, пожалуйста, как бы ты это ни прятал. Любой грамотный профессиональный продавец скажет, что любое общение, любая продажа начинается с установления доверительных отношений. Чтобы человек почувствовал к вам какую-то симпатию, доверие. Чтобы ему захотелось с вами общаться. Давайте честно скажем, что большинство сетевиков в социальных сетях, они не общаются с людьми. Они им сразу пытаются что-то продать. Идут, как они считают, по короткому и правильному пути. Но короткий путь не всегда самый близкий. Такого плана сообщения это не общение. Вот такой вариант общения можно смело делегировать программам. Вот так они могут общаться. Они могут раскидывать такие сообщения и получать от этого какой-то профит. Когда вот такая схема работает? Она работает, когда вы таких сообщений раскидываете много. И однозначно вы попадете на человека, у которого сейчас такое эмоциональное состояние, что он вам ответил. Либо вы правда попали на того человека, который этот вопрос зацепил. Ну вот, я же вот ответил человеку, и мы продолжили с ним общаться. И он меня пригласил на презентацию своей компании. И я туда даже пошел. Поэтому говорить, что вот это не работающая схема, неправильно. Но нужно четко понимать, что отправлять таких сообщений нужно много. И вы работаете уже не как человек, вы уже работаете как программа. И в большинстве своем каких людей мы получаем после такого стиля общения? Мы получаем людей, которые сделали какую-то интуитивную покупку. Вот они даже не поняли, почему они взяли и вступили в вашу компанию, либо купили ваш продукт. И если цель у вас именно сделать одноразовую продажу, подписать человека, чтобы он внес какие-то деньги, потом о нем забыл. Ну, скорее всего, вот такая схема работы, она ваша. И стиль продаж, и сам бизнес, они прям очень хорошо совпадают. Наша задача совершенно другая. Нам не нужны люди, которые непонятно почему купили наш хороший продукт. Нет, нам нужны осознанные люди, которые пришли к нам в трезвом уме и полной памяти. То есть люди, которые останутся у нас надолго в команде. Правильный бизнес или построение правильного бизнеса – это когда люди у вас делают повторные продажи. Они раз купили, и вы о них забыли, больше они вам не интересны. Еще один очень важный вопрос, и, наверное, вы с этим столкнулись или столкнетесь, когда будете работать командой. Вы увидите, что один и тот же шаблон, который, например, раздали нескольким людям сообщений. У кого-то работает, а у кого-то абсолютно нет. То есть кому-то люди отвечают, общаются, человек делает продажи, а у кого-то идет один негатив. Сбежать негатива при общении с людьми никогда и никому не получалось. Вопрос, как вы на этот негатив реагируете. Воспринимаете вы его как личные обиды и начинаете раскачивать маякник. Либо просто сказали человеку спасибо, мы не поняли друг друга, и на этом диалоге заканчиваете. Так почему же у кого-то одни и те же сообщения вызывают отклик у людей, а у кого-то нет? Я вам показывал в ролике, я Николаю написал в 6 часов 47 минут сообщение, и в 6.48 он мне уже ответил. Почему? Тут нет никакой магии, все очень просто. Я помог Николаю, конкретно ему я помог с настройкой сервиса ReStream. У нас с Николаем уже установились доверительные отношения, а люди отвечают и покупают тем, кому они доверяют. Поэтому ваша задача установить доверительные отношения с вашими друзьями в социальных сетях. Потому что в большинстве своих, надо честно сказать, люди, которые у вас в социальных сетях, в друзьях, это люди, которые вас вообще не знают. И когда вы начинаете с этими людьми общение с коммерческого предложения, они чаще всего на это в лучшем случае никак не реагируют. Конечно, помочь каждому своему другу настроить аккаунт ReStream я не смогу. Хотя, наверное, смогу. Но можно помочь не одному человеку, а помочь сразу многим людям. То есть проводите прямые эфиры, делитесь какой-то полезной информацией с людьми. Что это вам даст? Ваши друзья узнают о вас и узнают о вас с стороны профессионала. Они получат от вас какую-то полезную информацию, выкладывайте какие-то полезные посты. Больше отдавайте. Это шаг или несколько шагов навстречу людям. То есть вы становитесь ближе, у вас устанавливаются доверительные отношения, начинают знать. И тогда, когда вы будете писать личные сообщения, на них будут отвечать. Если на данный момент времени или своего развития в интернете вы не можете помочь с какими-то техническими моментами своих друзьям. Вы не можете проводить прямые эфиры, выкладывать какие-то тематические посты. Начните с простого, то, что получается у каждого. Начните с комплиментов. Лайкайте посты своих друзей. Пишите осмысленные комментарии, но только не односложные. Пишите расширенные комментарии, состоящие из четырех и больше полноценных слов, а не из набора предлогов и смайли. Все это будет устанавливать более теплые доверительные отношения с вашими друзьями. И уже не важно, что вы людям пишете. Будет важно, кто им пишет. Я могу привести такой пример из своей личной практики. Я работал в компании НЛ с замечательным человеком, настоящим профессионалом личностного общения. Это с Сергеем Елениным. И одно из заданий, Сергей учил и продолжает учить свои команды. И одно из заданий, это написать приветственное сообщение своим друзьям и пригласить их на разговор в скайпе. Я написал вариант скрипта, отправил его. Сергей мне его просто порубил полностью. Сказал, что это работать вообще не может. Тут ошибка, тут ошибка. Нужно переписать так. Но прежде чем отправить на проверку Сергею, я этот скрипт уже разослал своим друзьям. И вот получив такой разгромный разбор своего домашнего задания, я Еленину отправил статистику. А статистика была следующая. 7 человек из 10, кому я отправил этот скрипт. Я сделал скриншоты с подтверждением, что люди согласились. 7 человек из 10 откликнулись на мое предложение. Это была одна из лучших конверсий, то есть один из лучших показателей в нашей команде. Поэтому, коллеги, нет неработающих схем. Есть только люди, которые хотят быстро все и сразу. А это не всегда получается или всегда не получается. Поэтому, если вы будете регулярно трудиться в социальных сетях, а то, что вы делаете в социальных сетях, это именно труд, это работа с людьми. И если вы будете помогать людям, отдавать им свои знания, это однозначно приведет к результату. Этот результат будет в плюс. Оставайтесь здоровы, смотрите следующие уроки.